Ни рост цен на машины, ни проблемы с их сервисным обслуживанием и запчастями не привели к сокращению автопарка. Наоборот, личных машин становится только больше. Впрочем, за что точно не стоит переживать, так это за обеспечение топливом. Его хватит на всех. Тем более вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива. В регионах будет продолжен мониторинг цен компаний-посредников при продаже топлива аграриям. АФАС должна организовать проверки в проблемных регионах на предмет снижения цен на АЗС и в мелкооптовом сегменте в соответствии с динамикой цен на биржи, где это топливо закупается. Напомним, что цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Особенно ситуация усугубилась в начале осени. В итоге правительство страны с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дистоплива.